Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал, где я рассказываю о том, как самостоятельно организовать красивую, продуманную и организованную свадьбу. Сегодня мы с вами разберем тему, которая, я думаю, волнует многих, которая, я думаю, стоит в голове у очень многих молодоженов, и не только молодоженов. Постараемся ответить на вопросы, прийти к какому-то решению и обозначить пути действия, что делать нужно, что не нужно. Итак, тема сегодняшнего выпуска – будут ли свадьбы в 2022 году? Готовы? Погнали! Итак, мои хорошие, если что-то случится с Ютубом, подпишитесь обязательно на мой Телеграм-канал, на мой Яндекс.Дзен, который, кстати, давно уже существует. Чтобы не потерять связь со мной, давайте мы с вами найдемся во всех альтернативных источниках связи, чтобы продолжать готовить ваши потрясающе красивые мероприятия. Ссылочки я оставлю в описании, поэтому прямо сейчас нажмите на них, подпишитесь, и дальше уже будем разбирать нашу тему. Почему я решила записать это видео? Ни для кого не секрет, какая сейчас у нас обстановка в мире. Я вижу обеспокоенность невест в чате невест, я вижу вопросы девчонок, а что делать дальше? Будут ли свадьбы? Поэтому я решила сработать на опережение и сразу же ответить на все вопросы, которые беспокоят невест. Конечно, никто не знает, что будет дальше. Поэтому я сегодня буду опираться на логику того, что сейчас происходит. В свадебной сфере, я сейчас все-таки выступаю как представитель свадебной сферы, никто не заинтересован в прекращении работы. Никто абсолютно не заинтересован в разрыве договорных отношений. Наоборот, знаете, очень многие хотят сделать чуть больше, чуть лучше, чуть красивее. Поэтому, безусловно, есть волнение как со стороны невест, так и со стороны исполнителей. В чем они выражаются, эти волнения? Пары переживают, что исполнители не окажут свои услуги. Исполнители переживают, что пары будут расторгать договоры и отменять свои свадьбы. Давайте будем по порядку разбираться со всеми переживаниями и решать, в общем-то, те переживания, которые возникают. Итак, что может послужить причиной неоказания свадебных услуг? Пока что я лично не вижу таких причин совершенно. Если говорить про 2020 год, когда была ситуация с ковидом-19, так вот при ковиде-19, да, такая ситуация могла возникнуть, так как под запретом были массовые мероприятия. Но при всем при этом мы все равно вписывались в ограничения по численности и проводили свадьбы. Если говорить про текущий момент, то сейчас таких ограничений совершенно нет. Я говорю про Россию. То есть мероприятие можно проводить. Более того, пару дней назад разрешили проводить мероприятие и на 500 человек, и на неограниченное количество, в общем-то, человек, чего не было раньше. То есть это абсолютно позитивная новость, поэтому вот в этом плане никаких ограничений нет. Идем дальше. Рубль упал, доллар вырос. Да, такое есть. Но, опять же, давайте разбираться, а на что это влияет. Раньше это влияло на стоимость декора, на стоимость цветов, на стоимость меню и так далее. После 2014 года активно стало в нашей стране развиваться импортозамещение. Я думаю, что вы и так это прекрасно знаете без меня. И мы уже давно перешли на товары собственного производства. То есть цветы растут в наших питомниках. Продукты и товары давным-давно уже наши. Если говорить о искусственных цветах, то они либо в аренде, либо уже давным-давно закуплены у декораторов и лежат на складах у декораторов. Будет понятно, что будет непросто с продуктами импортными, с иностранными продуктами. Будет непросто с алкоголем, с сырами. Но, опять же, ребят, это вопрос решаемый, честно говоря. Следующий момент, который, думаю, сейчас тоже возникает в головах у многих. А что делать дальше? А стоит ли расторгать договоры? А стоит ли отменять мероприятия? Давайте, опять же, вместе будем разбираться. По поводу расторжения договоров, честно, я думаю, что причин для этого нет от слова совсем. Если молодожены и планируемая свадьба территориально находятся в одной стране, в нашей стране, в России, и если гости также находятся территориально в нашей стране, на территории одного государства, то какая может быть причина расторжения договора? Да никакой совершенно. Как делали свадьбы, так и делаются гости. И гости все здесь, мы все здесь, поэтому причин совершенно никакой нет. Если всё-таки молодожены находятся в одном государстве, а свадьба планируется в другом государстве, то вместо расторжения я очень рекомендую, мои дорогие молодожены, которые живут в разных странах, во Франции, в Германии, в принципе, в Европе, лучше перенести свадьбу, а не отменить её. Почему лучше перенести, а не отменять свадьбу на текущий момент? Почему? Первое — это потеря денег. Так как начиная с 2020 года очень многие подрядчики стали прописывать в своих договорах, что если будет запрет массовых мероприятий из-за ковида-19, то они в этом случае возвращают предоплату, то на текущий момент запрета массовых мероприятий нет. Поэтому получается, что предоплаты не возвращаются, и вы теряете деньги. Поэтому это совершенно невыгодно ни вам, ни ребятам, которые будут работать на ваших мероприятиях. Гораздо выгоднее переждать это время, гораздо выгоднее перенести мероприятие и на тех же условиях, кстати, для вас это даже дешевле выйдет в связи с курсами валют, и на тех же условиях сделать это мероприятие. Дальше. Если говорить, опять же, про расторжение договора, про потерю денег, то физически деньги в другие государства на текущий момент вернуть невозможно. Невозможно сейчас, на текущий момент, перечислить деньги в другие государства. И это второй плюсик, почему лучше перенести свои мероприятия на осень, на весну следующего года или, в принципе, на лето следующего года, чем отменять. То есть, подводя итог, получается, что любая отмена – это потеря денег, что совершенно невыгодно ни вам, ни тем ребятам, которые будут у вас работать, ни вашим исполнителям. Теперь давайте поговорим с ребятами, которые планируют свои мероприятия, которые переживают, что, может быть, там будут какие-то повышения цен или ещё что-то. Ребят, если даже будет повышение цен на импортные товары, то что я рекомендую сделать? Ну, во-первых, можно заранее закупить свой алкоголь. Единственное, что его нужно будет правильно хранить, разумеется, но можно это сделать заранее. У нас, кстати, несколько пар сейчас уже закупили действительно алкоголь на свои мероприятия и хранят дома, хотя там свадьба у кого-то в августе, кого-то в сентябре. Это не обязательно, но это можно сделать заранее, если вы переживаете по поводу повышения стоимости. Можно и нужно заранее забронировать стоимости подрядчиков, зафиксировать цены в договоре. Ещё раз говорю, что договоры – это обязательно. Ребят, каждый раз на каждом стриме, на каждой трансляции я это повторяю, повторю ещё раз, что договоры – это обязательно. Вы в миллион раз услышите меня. Поэтому очень важно заключить договор и зафиксировать ту стоимость, которая есть на текущий момент с вашим исполнителем, с фотографом, видеографом, ведущим и так далее. Если у вас мероприятие будет сейчас, то, естественно, никто цену повышать не будет. Если мероприятие будет переноситься на какой-то другой срок, то, опять же, если у вас заключен договор и прописаны все условия договора, то никто цену повышать не будет, и для вас это, повторюсь, ни потери денег, никаких проблем с этим не возникнет, в общем-то. Потом сейчас можно купить заранее обручальные кольца, можно сейчас заранее купить свадебное платье, можно купить, и если вы переживаете, опять же, что будет какое-то повышение цены, то можно заранее сейчас этим обеспокоиться, закрыть, как говорится, эти вопросы, и уже выдохнуть, расслабиться и спокойно ждать своей свадьбы прекрасной. Давайте подведем итог. Если мы говорим про переживания исполнителей, точнее, переживания пар, что исполнители не окажут свои услуги, такого не будет. Исполнители окажут свои услуги, потому что, еще раз повторюсь, что всем выгодно сохранить договорные отношения. Если мы говорим про переживания пар относительно расторжения договоров, то, опять же, мои дорогие невесты, женихи, гораздо выгоднее перенести мероприятие, чем расторгать договоры. Ну, уже я обосновала, почему. Если мы говорим про повышение цен, то, еще раз повторюсь, ребят, у нас уже давно все свое, цветы свои, продукты свои, искусственные цветы закуплены. Кстати говоря, к вопросу о повышении цен декораторов тоже многие волнуются. Вы знаете, сейчас многие в социальных сетях декораторы стали поддерживать друг друга, и наоборот, вместо того, чтобы повышать цены, стали говорить о том, что мы бесплатно дадим какие-то вазы, или за какую-то минимальную аренду дадим вам вазы, чтобы ваши мероприятия продолжали проводиться, чтобы они были красивые, хорошо оформленные и так далее. Поэтому идет сейчас очень большая поддержка со стороны друг друга, свадебщиков, поэтому с этим, я думаю, тоже каких-то вопросов глобальных, серьезных, которые могут помешать вашему мероприятию, совершенно нет. Дорогие мои женихи и невесты, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об организации свадьбы в 2022 году. Мне очень интересно услышать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Есть ли у вас какие-то переживания, возможно, может быть, опасения какие-то есть, или наоборот, что вы считаете, что все хорошо, все под контролем, просто нужно делать все по плану, и тогда все будет в порядке, все будет замечательно. Напишите, я жду ваши комментарии, мне интересно ваше мнение, готова с вами поговорить, пообщаться и поотвечать на ваши вопросы, которые возникают у вас. Еще раз повторюсь, мои любимые, дорогие женихи и невесты, если что-то случится с Ютубом, подпишитесь обязательно на мой Телеграм-канал, на мой Яндекс Дзен, чтобы не потерять связь со мной, чтобы мы с вами продолжали готовить ваши потрясающие, красивые, продуманные свадьбы, продолжали встречаться с вами периодически и смотреть на красивые организованные мероприятия, и получать ответы на вопросы, как сделать так, чтобы свадьбы были красивые, организованные и продуманные. Всего хорошего, жду от вас пальчики вверх, жду от вас комментарии под этим видео, жду от вас подписку, колокольчик и подписки на альтернативные источники.